Добрый вечер, дорогие друзья! Наступил последний вечер, или последний день, завершается апреля, впереди уже май, скоро середина, или, скажем так, ну да, последний месяц весны. Вот, есть интересная динамика в проекте, об этом мы немножко поговорим сегодня с вами. Есть вопросы, дайте мне обратную связь, как мне слышно. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне сегодня помогает здесь на площадке, ассистирует коллега Алексей Дьяков. Спасибо ему заранее, он тут всегда беспокоится, чтобы у нас какой-нибудь видеоролик был. Кому некогда где-то посмотреть, удается вначале здесь посмотреть. Вот, он запустил процесс записи, значит, я не промахнусь. Итак, начинаем, дорогие друзья. С чего мы начнем? Начнем с вопросов. В чате мне, это первые два вопроса, это мой личный чат пришло. Вот, скажите, пожалуйста, что делаете, как относиться к информации в интернете о вирусе и кризисе по всем сферам? Вы знаете, вопрос такой, ну скажем, он как бы и странный или смешной, даже не смешной, я нельзя так говорить. Он, но он актуальный, скажем так. И вопрос в том, что как относиться к информации, что делать. Надо, вот, я всегда предлагаю, значит, когда мне спрашивают, мой жизненный опыт показывает, что на все это представление надо смотреть, как на спектакль из зала, и на сцене что-то происходит. Причем самое важное, что мимо надо пропускать состояние страха, состояние неуверенности и состояние, так называемого, какой-то панического незнания, что делать. Ну, тоже страх, в принципе. Лучше всего на это смотреть, как на, скажем, как я уже сказал, на спектакль и знать, что он закончится. И как я всегда говорю на этот счет, что что бы ни было, царь Соломон, есть притча, где в последнем кольце внутри было написано, и это тоже проходит. Все проходит, друзья. Идут определенные процессы, не надо стремиться познать все, ибо то, что нас окружает, оно непознаваемое. То есть не все таково, каковым оно кажется на первый взгляд. Если мы не знаем критерий, нет у нас так называемых, как бы, дорожных столбов, то мы не знаем, куда, то есть очень трудно идти, понимаете, тем более на такой скорости, как мы сейчас идем, в определенной темноте информационной и так далее. Поэтому есть разные течения, разные направления, самое главное фиксировать и делать так называемые свои заметки или свои пометки, что да, процесс развивается. Вот видите, весь Вьетнам был в экстазе, мягко выражаясь, когда мы были в марте месяц там. Значит, ой, все у нас, все заглохло, у нас все стало. Ничего страшного, вот уже целую неделю они почти отработали. Я сегодня общался там по проекту, ну, скажем так, по подготовке там, что там идет информационная подготовка, вот, конференцию когда-то тут начинали еще готовить, поднимали, поднял сейчас эти вопросы там с университетом. Что дальше? Они все очень по-деловому, извиняюсь, настроены, они все, ну, скажем так, вышли из этого процесса, и мы все выйдем, ничего страшного. Те, кто еще не вышли, потихонечку выходит Европа по разным там каналам. Конечно, это еще не финиш, естественно. Идут сложнейшие социальные, значит, энергоинформационные процессы. Мы вообще не знаем, что происходит в мире, потому что, скажем так, энергоинформационная среда, она страшно меняется, и об этом можно, то есть в интернете можно найти массу разных роликов, ну, и кто эзотерикой занимается, знает, что происходит. Так что все очень непросто. Поэтому самое главное, чувство страха, неуверенности в сторону. Все уладится, ибо все происходит с нами то, что, во-первых, в первую очередь у нас в голове, и то, как мы свое подсознание соединяемся со своим подсознанием, то есть со своей душой. Ибо там все то, оттуда все идет, то, что мы делаем. Поэтому надо быть осторожными, заботиться о себе, и самое главное, самое регулирующее чувство, не страх, а любовь. Чего я вам и желаю. Вот комментарий по первому вопросу. Комментарий или, скажем, ответ на второй. Ходят разные слуги о сроках проекта, есть бизнес-план со сроками и так далее. Когда проект реально может завершиться. То есть люди всегда хотят прийти к какому-то финишу, на какую-то станцию приехать, и потом сесть, начинать ковыряться в голове или чесать в затылок, извиняюсь, и думать, куда мы теперь дальше поедем. Конечно, это естественное желание, ибо цели поставлены. Бизнес-план есть. Я на это отвечаю так, я сегодня об этом уже говорил тут с коллегами, что очень просто. Ну, друзья, мы уже говорили неоднократно на вебинарах, что есть бизнес-план. В бизнес-плане, я на прошлом вебинаре говорил, есть так называемый пессимистический сценарий. В бизнес-планах это принято. Оптимистический, реальный или деловой, их по-разному называют, и пессимистический. То есть, когда, ну, что-то, не столько что-то, а риски срабатывают, не лучшим образом происходят различные процессы. По пессимистическому сценарию мы еще в лучшей фазе сейчас. Во времени, я имею ввиду фактор времени. Теперь, все, что касается остальных параметров, это объем проектов, сделанные инвестиции и так далее, мы абсолютно перевыполняем план. И мы об этом сегодня будем говорить. Я еще раз буду повторять то, что Анатолий Эдуардович говорил, отвечая там на вопросы и так далее. Для понимания этого дела. Так что, в этом плане, а когда завершится, я беру очень просто по-инженерному. Значит, пессимистически, то есть, есть, скажем, оптимистический сценарий 2018 год. Мы знаем, что 2,5-3 года мы, как бы, идем с задержкой. С временной задержкой, не буду повторяться, с чем это связано. Временная задержка, 2,5, возьмем 3 года. 18, добавить 3, 20, 21. Все правильно. То есть, по, значит, даже коронавирус, даже эта инфекция и вирусная, скажем, пандемия, или как ее там называют, эти все события, они не сильно сдвинули. И неоднократно генеральный конструктор повторял, что используя, и я тут на вебинаре это усилил, старался еще с другой стороны показать, что используя, наоборот, скажем так, эти непростые процессы сейчас в социуме и во всем мире, они даже нас повернули лицом в сторону, скажем так, эффективности и экономии. То есть, сделано достаточно много того, чтобы, скажем, с наименьшими затратами достигать больших результатов. Работают несколько смен люди в Арабских Эмиратах, потому что там работают наши люди. Когда это возможно, это делается, значит, в рамках дозволенного там. Я уже не говорю о том, что это все вполне нормально в Беларуси. Так что вопрос идет, и поэтому, когда проект реально может завершиться, я так думаю, что это 2000, то есть проект в каком смысле, то, что было задекларировано и более, то есть для меня завершение проекта это не завершение этапа, а выход на реализацию технологии, активную реализацию. И выход, мы сегодня об этом, кстати, будем говорить, генеральный конструктор это сейчас начинает тоже усиливать, вот, выход на, со стадии, значит, со стадии испытаний в стадию эксплуатации. И об этом мы сегодня будем еще говорить. Так что вот, таким образом, Зоя, что будет с эко-технопарком, если Лукашенко переизберут? Ну, а что там сильно? Ну, переизберут и переизберут. Что он есть, что его нет, слава богу, не сильно там вмешиваются. Это, ну, что там с эко-технопарком, это, если там парк, это экономическое, это, это, это имущество, это юридическое лицо, которое платит очень немаленькие налоги, если вы посмотрите, экономический отчет, аудит этой компании. Зачем, что с ней будет, ничего, я не вижу там никаких отрицательных сценариев. Денис, а дорожную карту изменили и скорректировали, раньше была подробная, там даже солнечные панели были, когда их уставят по сроку. Это была первая версия, и в первой версии, естественно, было видение, значит, идет отработка, идет, скажем, это не аксиома, это не аминь в церкви, когда что сказали, то уже все, финиш. Нет, это первая версия, есть вторая версия, там уже несколько иной уклон, вот, ну, и, в принципе, грядет третья версия белой бумаги и дорожной карты. Хотя дорожная карта, как таковая, она в целом по времени, она более-менее в режиме. Я так думаю, мое личное мнение, что в какой-то степени на что мог повлиять весь этот, значит, вся эта суета с коронавирусом, с COVID-19, это на процесс подготовки СТО. Есть такие знаки, что, ну, скажем, задерживается целый ряд согласований, компании не могут там проводить мероприятия, самое главное, что надо проводить роуд-шоу и так далее. Ну, очень много чего. Поэтому есть такая опасность, что, скажем, выход на СТО 0107, там сказано после 0107. Когда это будет? Будет ли это 1 июля или это будет 1 августа? Если это будет 1 августа, это будет после, это уже будет после 1 07. Но, тем не менее, это произойдет и никуда она не денется, потому что это очень эффективно возможно. Но, тем не менее, у нас сейчас есть возможность заниматься именно тем, что мы делаем, подготавливая и обеспечивая финансовый поток средств, проект и его поддержку. И сейчас я вот дальше сегодняшний весь вебинар на том и построен, что, как вы видели, его название 14 этапов, что дальше или как дальше, или что там было типа этого. Ну вот, теперь, значит, следующий срок остался, эта карта. Дмитрий задавал вопрос на прошлом вебинаре, я имел в виду, Аутон опять пишет, я имел в виду период СТО и когда выйдут токены СВГ на биржу обращений. Ну, вот СТО это и есть выход на биржу, в принципе, электронных акций или электронных токенов. Это не электронные акции, это электронные ценные бумаги, скажем так, токены. Вот в обращение, когда СТО будет подготовлено, тогда и выйдут. Было запланировано, что после 01.07, ну вот, где-то в этих числах. Строительство теста участка для высокоскоростного транспорта начинать еще в этом году. Оно идет, в принципе, проектная документация как бы до согласовывается. Я на прошлом вебинаре, наверное, говорил, или какой-то вебинар еще назад, что пришлось делать изменения в металлоконструкциях. Так, сварные не заменить на болтовые. Это заняло немного времени, но это все сделано. Вот, и сейчас отрабатывается документация для прокладки, для прокладки уже реальных, реальных коридоров для трассы. Так, в этом году в любом случае начинается, я думаю, так, что в мае месяце. Я думаю, что я не сильно ошибаюсь, если я предполагаю таким образом. Есть основания полагать по всей информации, которая так вот мимо меня на сцене протекает, как я вам сказал. И строительство, судя в этом году, седьмой вопрос, любовь, хорошее имя, любовь. Ей она пишет, что мне 70 лет, когда я смогу порадоваться хоть каким-то вознаграждением, какими-то вознаграждениями от компании. Я с вами, мы вместе с 2014 года. Вы знаете, хороший такой вопрос, он навеял на меня философские размышления, которыми я хочу с вами поделиться, ибо это никогда не помешает. Вот, смотрите, значит, это я. Давайте на мне поговорим или, ну, кто-то я, ладно. Его вклад или мой вклад, ладно, давайте на мне. Мой вклад в учебу, в обучение, это не совсем одно и то же. В основном это денежный вклад, время это тоже деньги. В общем, я не говорю уже о физических и других напряжениях, которыми это связано. В конечном итоге на что я ориентировался? На знания и на то, что я начну получать какие-то материальные выгоды. Я другие выгоды пока здесь не обозначаю. Вот, ну, вознаграждения, потом о них поговорим. Второе какое-то направление, это в детей, во внуков и так далее. Вклад, он тоже материальный, но не только материальный, он и духовный вклад. Третье, это влюбимого человека, в спутника жизни, во что угодно. Еще связанное, это может быть и материальный вклад, в конце концов. Душевный, духовный и так далее. И, о чем мы сегодня говорим, это вклад в проект, он в основном тоже денежный. Это наши духовные, временные и прочие, как бы, вклады в этот проект тоже. Это наша энергетика, все, что мы сюда вкладываем, проект от этого зависит, как мы к нему относимся. Ибо, что у нас в голове, как я сказал, то в реальности начинает реализовываться. И здесь мы видим материальные выгоды. Но, материальные выгоды, как задает любой вопрос, когда я начну получать вознаграждение. Вознаграждения могут быть материальные, и, скорее всего, оно имеет их в виду. Но вы же понимаете, что вознаграждения не всегда являются материальными. Ибо, но зачастую люди, я ничего не хочу сказать о человеке, который задал этот вопрос. Я говорю вообще о людях, в том числе, и я, ваш покорный слуга, грешу или грешил по жизни. В особенности в первой половине тем, что относился в какой-то степени, что я вот все в тебя вложил, или я вот все тебе даю, а ты, дорогая, чего мне? А, ты сегодня ужин сготовил, а ты то. Понимаете, то есть мы дал, получил, дал, получил. Вопрос-то в том, что, и в какой-то момент в жизни начал понимать, что не все надал, получил, как бы, жиждится или стоит. Вопрос-то в том, что, как таковая любовь, например, она абсолютно безусловная. Ты любишь и люби. И не важно, что там тебе обратно. Само главное чувство любви. И если говорить об эзотерике, это самое крепкое лекарство от коронавируса и от всех невзгод, которые были, есть и будут. Понимаете? Тем более с детьми. Точно та же история. Ах, вот я, это он мне обязан. Они нам обязаны. Да ничего, они нам не обязаны, друзья. Какие вознаграждения? Благи и вести от них поступают, слава Богу. Благодарность есть, но еще лучше. Внимание и взаимопонимание, но это вообще уже верх блаженства. Дружба, друзья. Это редко бывает, когда дети и родители дружат. Верность, верность. Ну да, больше верности ждешь, именно вот, чтобы не предали где-то тебя. В хорошем смысле этого слова. И, любимый человек, то же самое. Любовь, в конце концов, или в начале, в начало. Доверие и лояльность. Теперь, что отсюда присуще и проекту, дорогие друзья. То есть, моя дорогая любовь, которая задает вопрос, или уважаемая. Вы понимаете, что уже вознаграждение вы уже получаете. Благие вести получаете? Получаете. Проект, вот, ну вот, несмотря на все пожелания со стороны наших конкурентов, которые, ну, просто вот уже в доску расшибаются многие. Понимаете? Тот же Сименс, тот же самый Литвей, бог знает, еще где-то. Уже он там подбирается еще куда-то. Но, тем не менее, благие вести. Я уже сегодня, сколько вам интересов сказал, я... А все интересно еще впереди. Благодарность, которая есть. Мы еще сегодня о благодарности узнаем, потому что Генеральный конструктор сейчас готовит, в связи с, скажем так, ориентацией на последнем рывке, на последнем этапе, на последней фазе проекта, сейчас впереди стоящие работы, с ними связаны определенные дополнительные нагрузки, финансовые нагрузки, временные нагрузки. Вот. Внимание, взаимопонимание. Мы с вами абсолютно общаемся. Уже только то, что мы постоянно общаемся с вами в чатах и в чате, это уже очень многое значит. Мы верны друг другу. Мы любим друг друга, в конце концов. И лояльность, лояльность к нам и наша лояльность. Доверие, естественно. Ну, и отсюда начинается дружба. Понимаете? Конечно, этого всего, как говорит в одном рекламной ролике, не намажешь на бутерброд. Материальные блага, я понимаю вас, но они тоже близки. Потерпите. Ничего. Все будет в свое время. И ожидание пройдет, и наступит время. Так что вот этим я хотел с вами поделиться. Я надеюсь, что внес определенные коррективы в ваши размышления тоже. Или, по крайней мере, побудил вас к размышлению, и этим уже выполнил определенную задачу. Если по делу сказать нечего, может и не надо проводить вебинары, Наталья. Ну, как скажете, я думаю, что, если вам, Наталья, вот если вам на вебинар не нужен, ну, вычеркните в вашем дневном расписании, у вас нет вебинара. Все. Понимаете? Это мои затраты, моего времени, небольшие затраты компании, что она оплачивает Мирополис. Все. Понимаете? Так. Так что вот такая история. Идем дальше. Что это значит? Полагаю, что к вебинару будет кое-какая информация для оживления финансовой активности, сообщения для любых проектов. Сообщество, да, конечно, будет, будет, не волнуйтесь. Я как раз к этому и приступаю. Смотрите, 14 этап. Период демонстрации испытаний приходит к концу. Они будут, но тотально уже продемонстрировали состоятельность, то, что технология работает, то, что есть сертификаты городского транспорта и так далее. То есть, этот этап, как бы, или эта фаза завершается. Но наступает более тяжелая фаза. Это, как бы, подготовка эксплуатации и показ технологии в эксплуатации. Какая разница, кто-то скажет, да? Разница в том, что сейчас вот там у нас в экотехнопарке и в шарже в инновационном центре. Дорогие друзья, это пока еще почти большинство пока демонстрационные и подготавливаемые к эксплуатационному, то есть, к серийному производству образцы. А это, как говорят в Одессе, две больших разницы. Потому что клиент, когда он приходит на площадку, неважно куда, он в первую очередь смотрит, что он максимально видит, приближенное к реальным эксплуатационным условиям. Он спрашивает, этот юнибус может ездить со скоростью 150 км в час? Ему говорят, в принципе, можно. Он говорит, так, сколько он здесь достигает на 940 метров? Ему говорят, 103 км в час. А 150 он не может? Не хватает трассы? Да, понял. Теперь дальше. У вас, значит, когда мы говорим о больших, есть у нас в проекте или, скажем так, в декларации, есть, что мы можем перевозить, сейчас будем говорить на эту тему, много, значит, смотрите. У нас есть в декларации, что низкие капитальные затраты, мы вот как бы сравниваемся с этими визами транспорт, автомобильный и так далее, и так далее. Но дальше мы смотрим, смотрите, что мы перевозим 50 тысяч 400 человек в час. Это возможно, да? То есть 14 человек в секунду. Но извините, сколько и как часто должны суетиться, значит, и сколько надо в ряд выстроить юнибусов, юнибайков, там, или юникаров по 14-28 человек, это, как генеральный конструктор говорит, это будет длиннющая платформа, там, 50-60 метров, чтобы обслужить это. Значит, это значит, что нужно или же обслуживать одним составом компактным, в который вмещается 100 и более человек. Да, естественно. И те заказы, которые сейчас уже на столе, они требуют именно показа эксплуатационных вариантов таких тяжелых юнибусов, или юни... Ну да, ну, назовем юнибус, я даже не знаю, как они будут называться, от 100 и более человек. Это будут какие-то сцепки или еще что-то, которые можно обслуживать на длине от 15, там, от 10 до 15 длины платформ. То есть это было бы, чтобы компактно. Теперь, и тогда мы достигнем, естественно, конечно, пассажиров, пассажиропоток в сутки более, миллион и более человек. Это очень серьезные заявки. Теперь далее. Значит, скорости. Сегодня скорости только у нашей технологии, средняя скорость 80, все остальные ниже. Но задекларировано на 150, пока 150, скажем так, у нас нет такой трассы, на которой ее можно реально в разрешенных режимах показать. Можно разогнаться на 940 метров, но это будет, скажем так, иллегально, нелегально. Вот. Нужно больше, нужно 2-2,5 километра. Следовательно, что генеральный конструктор сегодня декларирует, что фактически, и конструкторское бюро, что фактически за период, о котором мы с вами говорили, смотрите, за этот период демонстрации пройдено, да, мы сегодня, где мы находимся в 14 этапе, сегодня имеется уже, дорогие друзья, сегодня имеется, мы имеем пятое поколение, чего подвижной состав, то есть так называемые средства передвижения и конструкция эстакады, рельса и мотор-колеса. Я скажу вам еще, с чем это связано. Это нам сейчас не очень важно. Смотрите, значит, проект на 14 этапе, как раз здесь эта фраза и есть, что важно знать и учитывать в развитии. К чему мы подошли? Мы подошли к тому, чтобы дальше уйти в фазу эксплуатационную. В процессе реализации разработаны уже пятое поколение. Это, значит, что подвижные средства, конструкция рельса, конструкция эстакады. В основном это касается тяжелого юни-конта и больших юнибусов, которые будут возить много людей. Это значит, что должны быть другие конструкции, но они должны быть в реальности. Они разработаны, но, скажем так, это не предполагалось на испытательных трассах, которые были построены. И для этого нужны новые трассы. Значит, новые трассы нужны по 2,5 километра навесной или подвесной тяжелого транспорта от 50 тонн и выше. Это абсолютно новая конструкция. Я уже говорил про Объединенные Арабские Эмираты, что это значит. И 2,5 километра подвесной на полу жесткой рельсе, где можно будет вот эти виды транспорта, которые... Но это же самое касается... Это там все делается, это подготавливается. Но это все самое касается и в Белоруссии. Почему? Потому что в любом случае в Белоруссии это делать в 3 раза дешевле. Но, к сожалению, в Белоруссии есть такое но, что займет это, ну, как минимум, много времени еще, чтобы выйти. Разрешение получить для выхода, выведения этой трассы за пределы, за пределы, значит, за пределы вот этой трассы. Здесь 940 метров, но сюда куда-то за пределы выводить ее по прямой линии, это еще займет время. Но этим занимаются сейчас, и это важно. Теперь, значит, что у нас... Сейчас, одну минуточку, я предображу. Так, и вот смотрите, значит, поезда обслуживаться должны 100 и более пассажиров, Юниконт плюс грузовой контейнер 32 тонны, вместе с Юниконтом, то есть с средством передвижения, это 50 и более тонн. И в Объединенных Арабских Германиях, и в Беларуси. К чему я веду разговор? Я веду разговор к тому, что проект требует поддержки и дополнительного финансирования. Кто-то спросит сейчас, Маслово, скажите, что, значит, у нас вообще-то и не высокоскоростной отменяется? Нет, ничто не отменяется. Но вопрос в том, что, чтобы, значит, сегодня стратегически важнее вкладываться в первую очередь вот именно вот в эти разработки. Потому что с этими разработками клиенты стоят и ждут, когда они увидят серийные образцы, серийные варианты вот всех этих вещей, которые здесь описаны. Серийные, то есть такие, которые готовы к серии. А это значит, они могут заказывать, и они будут уверены, что вся сертификация и дополнительные согласования, которые нужно будет провести, в заказанном месте, построенном месте, они уже будут реальны. То есть это не какой-то, значит, МЭРС, который стоит на площадке для показа и для рекламы, а это МЭРС, на котором можно уже ездить и надо ездить. И вот для этого нужно как раз 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Или для начала хотя бы это, и дальше уже там время покажет. Поэтому это самые такие основные моменты. И в связи с этим у меня есть для вас хорошая новость, которую я не могу в деталях вам говорить. Это скажет на днях, в ближайшее время будет объявлено, значит, головной компанией, какие здесь будут предложения для того, чтобы мы, как там написано, какая-то информация для оживления финансовой активности сообщества, лояльного проекта. И не лояльного даже я вам скажу, интересные будут предложения, ибо они готовятся. Поэтому ждите, впереди большие праздники, и все мы услышим. Поэтому не только здесь, а в первую очередь именно здесь готовится то, что здесь показано, именно чтобы иметь четкие, именно эксплуатационные версии двух с половиной километровых подвижного тяжелого, для подвижного навесного и подвесного, извиняюсь, тяжелого транспорта, и подвесной на полужесткой рельсе. Потому что это самая такая как бы база, откуда уже имеется масса заказов, или, скажем, предзаказовая информация, а для нас это очень важно. Теперь дальше, Шаржа. Я хочу еще вас просто проинформировать, что, смотрите, тот дом Skywild Community, у нас были основы принципы и законы, но вот вопрос, который был задан о выгодах, меня навел на понимание того, что в фундаменте еще должны быть выгоды, вознаграждения и возможности. Дальше идут принципы и законы и так далее. То есть дом выстраивается на этом. Это так называемый двигатель. Но, не вдаваясь в философские соображения, мы о них уже много поговорили в начале, я хочу сказать, что здесь есть над чем подумать. И мы об этом еще будем с вами говорить. Так, что-то у нас тут еще вопросы есть. Сейчас посмотрю. Рассматривается ли еще возможность обмена доли на токены? Она в работе, я думаю, есть, но это сейчас вы же понимаете, что... Доли обменять на токены, ну что, это одно на другое, в принципе, пока это такое. Будьте спокойны, Татьяна, значит, из Сибири или Сибирь. Мы всегда находимся по программе лояльности, находимся в первом ряду показа кино. В каком смысле? В хорошем смысле этого слова, или, скажем, в очереди к чему-то. Будут нам сделаны предложения. Я не могу ни обещать, ни отрицать. Я так думаю, что будут. Окей? Виктор Владимир интриган. Да нет, ничего я не интригую, друзья. Я просто говорю, придем к принципам, пройдемся по ним быстро. Наши принципы, наши принципы. Продолжение 11, ошибка. Значит, смотрите, 12 принцип, мы на 11, бережливость и практичность во всем. Залог общей эффективности. Вся практика это показывает. Но очень важно понимать то, что от этого зависит компания, от этого зависит любой компания. Это именно достижение задач ценой сравнительно низких затрат. И весь наш проект является как бы хорошим образцом соблюдения этого принципа. Понимаете? Залог общей эффективности. А эта эффективность проявится в проектах будущих, потому что, сделав минимальными затратами, мы можем или же генеральный конструктор, наши конструктора, те, кто управляют проектами, у них есть с чем сравнивать. Они знают, какие капитальные затраты. Конечно, капитальные затраты в Беролуссии, Белоруссии и капитальные затраты в Объединенных Арабских Эмиратах, они различаются в 2,5-3 раза. Как минимум, это как минимум. Но, тем не менее, понимаете, от этого зависит и то, как быстро проект будет окупаем, самоокупаемый. А что такое самоокупаемость? Окупаемость проекта, это значит, что как только он окупился, начинает больше идти куда? В доход. А доход это основа для расчета прибыли. А прибыль это источник, из которого 20% забирают всегда и дают не с каждого проекта, а в целом накапливается за год или за полгода, как будет принято решение. И с него потом рассчитывается дивиденд. Понимаете? То есть, это принцип, который работает на этом. Далее. Прозрачность, честность, открытость, справедливость. Команда ориентирована на прозрачность. Весь наш проект, я уже говорил в прошлый раз, что, в принципе, многие удивляются контрольные органы, которые, ну так, лояльны, не лояльны, нельзя сказать, что лояльны, а по крайней мере, не предвзято относятся к нам. Они смотрят, говорят, да, удивительно. Вы хотите, не являетесь, как бы, открытой организацией, которая открыто что-то предлагает, вот, но, тем не менее, вы очень открыты, как практически требуют. Почти в пределах требований, которые предъявляются к тому, когда на рынке предлагается что-то. А у нас внутренний рынок. Анализ результата. Анализ результата многие не умеют и не хотят и не понимают, зачем вообще анализ результата делать. Определяются ключевые показатели. И как мы можем с вами определить, пришли мы в нужную точку. Мы пошли с вами в Москву, а пришли в Тверь, например. Вроде бы в правильном направлении шли, но мы что-то не достигли, понимаете? Поэтому надо анализировать, почему мы туда пришли, а не в Москву. Или наоборот. Просота во всем. Упрощаем все, что можно. Освобождаемся от сложного. Но это все облегчает восприятие, облегчает продвижение и так далее. Человечность, усиливающая профессионализм. Это, казалось бы, такой интересный и странный принцип. Но в каждом действии, вот что очень важно, нужно проявлять человечность. Эффективность работы повышается. Даже человечность, можно по-разному. Вот если с точки зрения экономики подходить, то, казалось бы, ну что сейчас, ну идет и идет инвестиция. Но если с точки зрения, значит, человечности, когда мы смотрим на нее через усиление профессионализма, тогда, естественно, надо делать, надо делать людям, как бы, поддержки, надо делать хорошие предложения и так далее. Что мы с вами и видим. Быстрая адаптация к изменяющим условиям. Коронавирус. Хорошее наблюдение. Надо быть гибким к переменам. Адаптироваться, понимать, четко сориентироваться и так далее. Бизнес, это стиль жизни, ориентирован на прибыль и выгоду. Конечно, это пока еще так. Это будет в какой-то степени меняться. Но, если смотреть на прибыль как результат бережливости, не того, кого-то надуть или, извиняюсь, за счет кого-то это сделать. Понимаете? То есть, взять и просто вот взять и прибыльность поставить 30% и плевать на все. Понимаете? Это один подход. Это значит, если я ставлю в своих услугах прибыльность 30%, это значит, что это ко мне бумерангом где-то вернется. Ибо кто-то, кто покупает у меня услугу, он никуда не денется, он тоже должен будет напаять 30% ну или там еще больше, чтобы окупить свою деятельность. Понимаете, да? И так по цепочке идет, идет и потом возвращается ко мне. В обществе, почему наше общество потребления сейчас и стоит лицом перед стенкой? Перечем стенка плача, дорогие друзья. Надо все принципы менять. Поэтому бизнес это стиль жизни, ориентирован на прибыль и выгоду. Но на прибыль надо смотреть с другой стороны. Понимаете? Как результат бережливости, оптимального эффективного хозяйства, как источник самодостаточности. Понимаете? Это очень важный момент. Я не буду сейчас, это можно целую вебинарную систему провести. Фокус на выигрыше, на намеченном и осознанном результате. Все понятно. Меры оценки. Если меры оценки нет, нет критерий о соизмерении. Откуда я узнаю? Как оценивать? Ну, вроде он мне нравится или не нравится, а результат-то хороший. Почему хороший? Да потому что он результата достиг. Прыгнул на 9 метров. Или же сделал это с меньшими затратами. И так далее, и так далее. Доведение любой полезной деятельности до конечного положительного результата. Это вытекает отсюда, связано. То есть все надо полировать до блеска, но не надо переполировать. Понимаете? Пере, как бы, более блестящим делать. Все в меру, в рамках мер, которые установлены. Незавершенности надо заканчивать. Ибо это все влияет на результат. Так, Владимир Интергран, это знаю. Так, бактерия, если я сделала грязную работу. Ну, какую, вы имеете ввиду, относительно меня, что ли? Слава Богу, меня она не сильно, не затронула. Вот, и мы как-то вот защищаемся. Таким образом, дорогие друзья, на этих принципах мы заканчиваем. Заканчиваем сегодня свой вебинар. Стоим тем же вопросом. Что? Как свой вклад? Какой свой вклад я вам сделаю? Что я сделаю? Будет предложение. Я вам могу сказать, что на днях будет сделано интересное предложение. Я сразу должен себе поставить вопрос, что я сделаю? Как я от них на них отреагирую? Как? Когда? Что я сделаю? Когда? Да, не надо там будет тянуть. Какой ресурс я для этого имею? Посчитаю все, что у меня есть. Что мне для этого еще нужно? Может быть, я даже где-то с кем-то переговорю, приглашу еще кого-то. Если мне хорошее предложение будет, да? Приглашу кого-то, еще что-то с ними. И дальше, что я сделаю? Конечно, использую средства, которые я за счет этого провожу. И так далее, и так далее, и так далее. Ибо это выгодно. Ибо это помогает продвижению моему, моей семьи и нашего проекта. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Желаю вам хороших майских праздников. Всех. Всех. Пока у нас вебинар будет еще раз в неделю. Хотя потихонечку, вот у нас в Европе уже карантин. Карантин начинает сходить на нет. Сегодня я беседовал, я, может быть, уже говорил с вьетнамцами. Они и вебинар вел там, мы вели с Францишком Соларом. И вебинар сегодня уже был не в 2 часа дня, а в 4 часа дня по нашему времени. Это в 8 часов вечера, ибо они уже работают. Пожелаем им... А, у них сегодня национальный праздник. Пожелаем им тоже доброго здравия всем, успехов в Социалистической Республике Вьетнам, всем ее гражданам и лояльным к ним людям. Желаю вам, я люблю вас, всего вам доброго, до скорых встреч. Спасибо. Строй сковей, спасай планеты.